Успенский собор назвали одним из великолепнейших русских соборов. Он был настоящей жемчужиной Саровской пустыни. Храм в честь Успения Божьей Матери стал первой каменной постройкой обители, главным ее храмом. Сюда стекались паломники со всей России, потому что именно здесь находились мощи преподобного Серафима Саровского. Но в 1951 году храм снесли. И вот спустя почти 70 лет он вновь величественно возвышается над Монастырской площадью. Работ по выставлению храма осталось не так много. Купола уже позолочены, кресты на них установлены. Внутри храма завершаются штукатурные и шпатлевочные работы, монтаж полов. Нижегородские иконописцы расписывают в классическом стиле алтарную часть. Работа проходит быстро, потому что сроки очень короткие. Сюжеты стандартные. Успение Пресвятой Богородицы, ведение во храм, знамение, покров Пресвятой Богородицы. Интересные работы проводятся и перед собором. Здесь начались археологические раскопки. Эти работы носят спасательно-охранный характер и станут первым этапом в восстановлении церкви в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Наша задача состоит в том, чтобы точно локализовать это место, расчистить сохранившиеся фундаменты, определить параметры церкви, но и также изучить более древние культурные напластования, связанные с существованием, как я уже говорил, чуть выше, это Саровского городища 12-13 веков. Это был самый первый храм, построенный в Саровской обители, который воздвигли в 1706 году. А спустя практически 200 лет, в 1953 он был разрушен. По письменным источникам известно, что в северной части этого храма находились захоронения настоятелей, благотворителей и наиболее выдающихся монахов монастыря. Работы ведутся с особой аккуратностью, но по традиционной схеме. «Когда есть мощный балласт 20 века, образовавшийся в результате активной строительной деятельности, он, конечно же, снимается экскаватором или техникой, но обязательно с присутствием археолога при его контроле, чтобы глубже техника не заходила, не потревожила сохранившихся культурных напластований». После того, как техника убрала первый слой, начинается работа вручную. С помощью лопат и кисточек рабочие аккуратно расчищают площадь и находят сохранившиеся остатки фундамента, которые после изучения их специалистами лягут в основу плана восстановления церкви. Экспедиция только приступила к работам, поэтому если вы тоже хотите прикоснуться к истории и поучаствовать в археологических раскопках, у вас есть такая возможность. Более подробная информация по телефону 8 915 086 71 73. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.